Олимпиада – это вообще не единое соревнование, потому что играет тут почти полторы сотни команд. Но, наверное, половина команд приехала сюда, просто получила удовольствие, просто пообщаться, набраться какого-то опыта, потому что возможности для шахматистов из малых стран играть с сильными шахматистами, вообще встретиться с ними, вообще пообщаться, эти возможности представляются раз в два года на Олимпиаде. Если там зайти, например, в зал, где играют ведущие команды, то понятно, что там вот напряжение огромное, там, Россия, США, Крамник, Накамуру. А если вы пойдете там в другой зал, где играют команды, там, гораздо более слабые, то это, в общем, обстановка шахматного праздника. И мне кажется, здесь это удачно совмещается. И если шахматные фавориты, чьи имена употребляются с приставкой «Чемпион мира», играют в малом зале и привлекают особое внимание зрителей, в большом зале теннисного центра за досками встречаются команды послабее, любители и те, для кого шахматы скорее хобби. И, возможно, среди находящихся здесь тысячи игроков есть и будущие звезды. Пока что их имена неизвестны, но это всего лишь вопрос времени. Конечно, я не могу сравнивать, потому что это моя первая Олимпиада, в которой я принимаю участие. Но я нахожу, что все организовано исключительным образом, как на уровне отеля, так и на уровне автобусов, питания, людей, менталитета. Я нахожу все исключительным. И я говорю не для того, чтобы вам сделать приятно, а потому что я действительно так думаю. Особенно интересные партии сильнейших команд анализируются и комментируются компьютерной программой «Дип Рыбка» четвертой версии. Комментарии выводятся на табло в игровом зале на любом из шести языков — русском, английском, немецком, испанском, итальянском или французском. В каждом туре 16 избранных партий комментируются в режиме реального времени, и еще 100 партий комментируются и выкладываются в интернет в течение 20 часов со времени окончания тура. Необычны и сами доски, на которых играют спортсмены. Дело все в том, что в ней есть электронная начинка. Если вот эту верхнюю часть панели снимете, то увидите электронную схему, которая напичкана проводами, схемой, как мини-компьютер. Потому что в каждой фигуре, вот здесь они утяжеленные по весу, есть также датчики, ставят электронные. И когда фигура ставится на какое-то поле, желательно в центр доски, то эта информация сразу снимается вот по этим проводам, уходит, соответственно, на большой сервер, который обслуживает наша бригада специалистов, самые опытные из офиса ФИДа, который находится в листе. Вот таким образом информация попадает в интернет. Эти часы электронные также соединены, вот вы видите, кабелем, они соединены с этой же сетью, и также автоматом показывается и время, которое попадает, что, соответственно, показывает напряжение игры, кто больше думает, кто меньше думает. И еще из интересного момента можно было бы сказать о том, что как фиксируется результат партии. Потому что уже компьютерная программа так сделана, что если король попадает после окончания партии, король попадает на центральное поле Е4, то показывает, что это партии выиграли белые. И на экранчике появляется один, ноль. Соответственно, интересно, как же черный выиграет? Ну, попадает черный король на поле Е5, и таким образом компьютер показывает, что выиграли черные. Но если два короля попадают друг навстречу другу, вот, таким образом это фиксируется ничья. Данная система обслуживает 80 специалистов, которые приехали из Калмыкии, из Элисты. Они приехали за неделю до начала данного турнира и занимались монтажными работами в этом зале и соседнем зале. Всего было произведено из Греции 500 шахматных комплектов. Ханты-Мансийск стал самым северным городом, в котором проводится всемирная шахматная олимпиада. Для многих участников соревнований, особенно из теплых стран, путешествие в Сибирь оказалось необычным опытом. Здесь очень приветливые и гостеприимные люди. Меня пугали отрицательной температурой до минус 50, но тут оказалось очень тепло. Приятно удивила зарубежных гостей природа, которая подарила Ханты-Мансийску теплые и погожие дни во время Олимпиады. А знаменитая российская золотая осень очаровала иностранных шахматистов и располагала к неспешным пешим прогулкам. Это очень красивый город. В день отдыха мы прогулялись по городу, где я смогла оценить архитектуру. Посмотрели на людей вместе с девушками, с которыми мы гуляли, с Катериной и Ольгой. Это была замечательная прогулка. Мне очень понравился город. Здесь очень серьезная конкуренция. В моем случае это второй раз, когда я участвую в Олимпиаде. Мне выдалась возможность сыграть в шахматы с двумя командами из Украины и России-2. В целом наша команда выступила очень хорошо, и мы надеемся выступить с хорошим результатом в итоге. Мы готовились в течение года для участия в Олимпиаде. Здесь очень высокий уровень игроков и соревновательный уровень. Для некоторых иностранных спортсменов участие в 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде оказалось и первым знакомством с Россией. И Ханты-Мансийск в этом случае представляет всю страну. Но опыт проведения предыдущих шахматных турниров, проходивших здесь, помогло Организационному комитету Олимпиады, Администрации Ханты-Мансийского автономного округа и ФИДе продумать все до мелочей. От организации чартерных рейсов до размещения и обслуживания зарубежных гостей. Проведена огромная работа. Еженедельно губернатор проводил заседание Организационного комитета. И со стороны Министерства спорта и туризма также была оказана и методическая, и материальная помощь для проведения шахматной Олимпиады. На мой взгляд, на сегодняшний день шахматная Олимпиада является самым крупным, самым масштабным мероприятием, которое когда-либо проходило. Я имею в виду спортивное мероприятие. На территории Ханты-Мансийского автономного округа. За те четыре года, которые мы в основном и готовили, это организация и чартерных рейсов, это связь со всеми иностранными делегациями, их где-то 160, которые попали в наше обозрение. Это и размещение, и место подготовки для и Конгресса, и самой Олимпиады. При подготовке к шахматной Олимпиаде было задействовано более тысячи человек, включая студентов-волонтеров, которые работали переводчиками и кураторами иностранных делегаций. Эта Олимпиада стала рекордной не только по количеству участников. В рекордно короткие сроки была построена гостиница «Олимпийская», в которой живут спортсмены и гости Олимпиады. Ее возвели за 14 месяцев. Комплекс отвечает всем современным техническим и эксплуатационным нормам. Первым и основным, самым главным направлением это было для нас строительство гостиничного комплекса, который позволил бы разместить большее количество участников Олимпиады. Очень четко работает трансфер, автобусное сообщение. С каждой гостиницы выезжают в определенное время автобусы, которое доставляет участников на место проведения соревнований. Гостиничный комплекс состоит из двух соединенных между собой 13-этажных зданий. Спортсмены разместились в комфортабельных одноместных, двухместных и номерах люкс. Услугам гостей в Олимпийской работает спа-центр, в котором профессиональный массажист снимет накопленное за день напряжение и усталость. Спортивный зал, где новейшие тренажеры позволяют поддержать себя в спортивной форме. Также на первом этаже гостиницы имеется Wi-Fi-зона, где игроки могут в сети интернет анализировать тактику потенциальных соперников и комментировать партии. Два огромных зала-ресторана гостиницы Олимпийская позволяют разместиться всем проживающим здесь участникам соревнований, а в меню представлены практически все кухни мира. Стараемся учитывать, конечно, вкусы гостей, немножко регулируем меню, которое согласовано ФИДе, с учетом колорита севера. Рыбы очень хорошо едят, муксун пользуется большим большим успехом в разных видах. Во время 39-й Всемирной шахматной олимпиады, которая проходила в Ханты-Мансийске, у команд было два свободных дня, когда они могли отдохнуть от баталий, проанализировать стратегию игры или просто выспаться. Ведь шахматист за партию может потерять до трех килограммов веса, не говоря уже о колоссальных умственных нагрузках. У нас был один выходной день, мы по городу гуляли, смотрели город, по парку гуляли, посидели в кафе, так что отдохнули от шахмата. Честно говоря, во время турниров, тем более таких ответственных и сложных, как Всемирная шахматная олимпиада, свободного времени почти нет, но благо здесь было два выходных, и один из них мы погуляли по центру в Ханты-Мансийске, а завтра будет второй выходной, и думаю, мы проведем его еще лучше, чем первый. Планирую, может быть, поспать в 20-25. Такой план основной. Нет, ну я шучу насчет 25, но поспать входит в планы, в общем, номером один. Старались отдохнуть, жили в Егорской долине, там хорошие есть и спа-комплексы, баня, точно. Отель, в котором разместились сильнейшие игроки, расположен за городом, в живописном месте среди реликтовых кедров и сосен. Он называется Югорская долина, и часто его гостями становились высокопоставленные лица. Неповторимый архитектурный облик отеля создается благодаря гармоничному сочетанию традиционных мотивов местных народностей Ханты и Манси и современных строительных решений. Гостиничный комплекс Югорская долина состоит из пяти связанных между собой корпусов на 234 комфортабельных номера. В отеле работают три ресторана, меню которых представлено блюдами европейской и традиционной сибирской кухни. А комплексы услуг «Велнос-центра» гостиничного комплекса предоставляют широкий спектр оздоровительных процедур от массажного салона и тренажерного зала до лечебных ванн с минеральной водой и финской сауны. Пожалуй, одной из самых популярных достопримечательностей Ханты и Мансиска является археопарк со знаменитой скульптурной композицией «Животные ледникового периода». Он расположен у подножия Самаровского останца, уникального природного памятника Югры. Вот уже лет пять я увлекся анималистикой. Мне было интересно столкнуться с лепкой животных, причем животных, которых уже во многом не существует на земле. Вообще в Ханты-Мансийском округе очень много мест, где были найдены останки мамонтов и поселений человека. Поэтому данное место – оно одно из мест, которое могло быть именно вот таким вот, что ли, началом интересного проекта. Я думаю, что будет проходить время, и люди будут с интересом приходить сюда. И это по-настоящему уже стало брендом Ханты-Мансийское. И я думаю, что это просто бренд будет усиливаться со временем. Олимпиады в Ханты-Мансийском округе. открыло двери многих культурно-досуговых центров.